Добрый вечер, в эфире новости ТВК, в студии Полина Михальчук и прямо сейчас, коротко о главном. Сегодня, как я и предполагал, прежде чем принимать какие-то решения, мы должны быть уверены, что ресурсы для этих решений у нас существуют. Рабочую неделю новый исполняющий обязанности главы Красноярского края начал со встречи с правительством. Однако и выходные им краевых властей выдались рабочими. О первых шагах Катюкова в роли губернатора материал Виталия Полякова. Экология, в первую очередь, конечно, экология. Решать проблемы с экологией. Когда ветра нет, мы здесь, в общем-то, задыхаемся. Экология, дороги и медицина. Какие еще проблемы жители края просят решить в рио губернатора? Мнение красноярцев озвучим через 10 минут. Мы хоть и редко приезжаем, потому что далеко живем. Ну, хоть раз в год надо все равно приезжать. Красноярцы готовятся к родительскому дню. Радоницу принято отмечать на девятый день после Пасхи. Все о работе кладбищ завтра во второй части выпуска. Выставка боевых машин, концерт творческих коллективов и салют. Как в этом году будут праздновать День Победы. Правительство Красноярского края досрочно уходит в отставку. Такое решение принял исполняющий обязанности губернатора Михаил Котюков. Отставка правительства в данном случае – формальная процедура. Все министры продолжат исполнять свои обязанности, как минимум, до сентябрьских выборов губернатора. Состоялась и первая очная встреча Котюкова со всеми министрами. В Рио губернатора принял ряд кадровых решений. Однако и выходные у краевых властей выдались рабочими. Расскажем обо всем по порядку. Сходил в магазин и уволил председателя правительства. Первые дни временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Котюкова в Красноярске вышли насыщенными. Он работал даже в выходные. При этом успел побывать на регби даже в одном из супермаркетов. А еще в Рио активно ведет свой телеграм-канал. Там его завалили жалобами. Виталий Поляков сегодня изучал первые шаги Михаила Котюкова в новом статусе. Виталь, привет. Что еще успел новый губернатор? Полин, привет. Действительно, немало он еще успел. И интересно, что он не стал дожидаться начала рабочей недели и пришел в свой кабинет уже в субботу. Там он встречался с министрами при участии руководителя администрации губернатора Сергея Пономаренко. Сколько встреч было, не ясно. Но точно с Сергеем Верещагиным, который в прежнем правительстве отвечал за экономику инвестиций, а также со Светланой Маковской, которая курирует образование. О своей работе Котюков рассказал в своем телеграм-канале и записал специально для этого кружочек. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня первая рабочая суббота. Изучаем с коллегами насущные вопросы развития края. Я хочу поблагодарить каждого из вас за интерес к нашему телеграм-каналу. У нас уже больше 20 тысяч. Вы прислали более тысячи различных предложений. Все эти предложения сейчас обобщаются и станут основой работы краевого правительства на ближайшие недели и месяцы. Спасибо вам большое. Этот кружочек Котюков записал в субботу. Сейчас на его телеграм-канал подписалось уже более 30 тысяч человек, а комментариев больше 5 тысяч. Но об этом чуть позже. Примечательно, что в пятницу Котюков выразил надежду, что все члены прежнего краевого кабинета министров выйдут на работу в понедельник. Но теперь уже бывший премьер-министр Юрий Лапшин дожидаться понедельника не стал и подал в отставку выходные. В интернете шутят, что не понравилось ему работать по выходным. Впрочем, отставку Лапшина политологи предрекали. Напомню, федеральные СМИ называли его фигурантом уголовного дела о хищении денег при проектировании Красноярского метро. Вот как сам экс-премьер прокомментировал свой уход. Я посчитал правильным оставить свой пост вслед за губернатором, членом команды которого я являюсь. Потому что председатель правительства – знаковая должность. И у нового главы края должна быть возможность также с первых дней погружения в эту непростую работу решить, кто будет рядом. Кроме кабинетных дел, Котюков успел сходить в филармонию. Там встретился с Валерием Гергиевым, руководителем Симфонического оркестра Мариинского театра. Повалел за регбийный и Красный Яр. Наша команда выиграла Новокузнецкий металлург. А еще его заметили в красноярском гипермаркете «Метро» с полной тележкой. Говорят, он купил посуду, кофемашину, ну и прочее. И, как мы уже говорили, почти каждый свой шаг Котюков отражает в своем телеграм-канале. И поскольку его посты можно комментировать, горожане завалили его поздравлениями и наказами. Главные проблемы, о которых пишут «Экология», «Плохие дороги», «Медицина». Кроме того, Котюкова просит вернуть на пост мэра Красноярска Сергея Ирюмина, которого убрали при губернаторе УСИ. Об этом пишут даже чаще, чем о строительстве подземки. Здравствуйте, Михаил. Если вы решите проблемы экологии города Красноярска, общественного транспорта и дорог, и неадекватное ценообразование услуг ЖКХ, то будет огромное вам уважение. Здравствуйте. Поздравляю с назначением. Прошу обратить пристальное внимание на экологию Минусинска. Дороги не только в Красноярске в ямах. На север ехать вообще невозможно. Дорог нет, как после бомбежки. Ерёмина обратно в мэры. Здравствуйте. В Красноярске в Солнечном острая нехватка школ. В этом учебном году 22 первых класса. Скоро алфавит кончится. Красноярский край огромен. Все претензии по городу нужно адресовать мэру. А то его будто бы и нет. Зарплата есть, а решать проблемы должен губернатор. Также пишут, что старую команду краевой власти надо разогнать. Просит газификацию, наладить работу общественного транспорта. Шквал сообщений и жалоб Котякова. В принципе, объясним прежнему губернатору Александру Усу, как и другим, в принципе, чиновникам. Нельзя было писать комментарии в Телеграме, в их каналах. Ну и, судя по всему, у людей накопилось. Ну и плюс очевиден запрос на прямое общение с представителями власти, на открытость чиновников. Полина, на этом у меня все. Спасибо. Это был мой коллега Виталий Поляков. Вы говорили о том, какие проблемы жители края просят решить нового главу региона. Если вы хотите обсудить этот материал или поделиться им в социальных сетях, заходите к нам в Телеграм или в нашу группу во Вконтакте. Этот выпуск и все его сюжеты будут на нашем YouTube-канале. И уже сегодня Михаил Котюков встретился с членами краевого правительства. Главные вопросы, которые звучали в стенах серого дома – экология, бюджет и ремонт дорог. Среди первых решений нового главы региона – отставка одного министра и назначение нового председателя правительства. Подробности расскажет Дмитрий Шкузин. Телефоны, наверное, лучше сдавать, чтобы мы уважали. Первая публичная встреча временно исполняющего обязанности губернатора с правительством с легкой подачей министра строительства началась с музыкальной паузы. Михаил Котюков предложил впредь сдавать телефоны перед встречей, как это было в его бытность министра финансов при губернаторе Хлопонине. Сейчас же, когда Котюков занимает место губернатора, он первым делом формально отправляет правительство в отставку. Все министры продолжат выполнять свои функции как минимум до сентябрьских выборов главы региона, кроме министра транспорта Константина Димитрова. Он с июля прошлого года под следствием по делу о строительстве метро. Вместо него за транспорт в крае временно отвечает его зам Дмитрий Зотин. Вместо самовольно ушедшего в отставку председателя правительства Лапшина, которого РИА Новости записали фигуранты, того же уголовного дела по подземке, теперь займет его зам Сергей Верещагин. На этом кадровые перестановки пока закончились, и губернатор рассказал, на чем нужно концентрировать свою работу. Первое, о чем просят и сами жители, это экология. Очень много вопросов среди этих комментариев посвящено проблемам экологии, проблемам нашей инфраструктуры, проблемам образования. Собственно, я понимаю, что мой доклад 20 апреля президенту, я эти сферы обозначал, предположительно требующие внимания, совпал с тем, что люди сегодня за эти два дня фактически написали. Второй по важности стала тема сезона ремонта дорог. Если новоиспеченный министр транспорта рассказывал про планы краевого масштаба, то отглаве города пришлось отвечать на вопрос, откуда берутся многочисленные жалобы на дорожное покрытие в Красноярске. Мэр Владислав Логинов пояснил, что активную работу начали уже на прошлой неделе с улицы Аральской. Глава города заверил, что при формировании первостепенных участков для ремонта специалисты ориентировались на желания горожан и их сообщения из соцсетей. Во-первых, основные работы направлены на сохранение. Когда мы заделываем трещины в асфальто-бетонном покрытии, предварительное разрушение тоже ликвидируем в зимний период за счет основных видов работ. Плюс переходим на работы по коммунальному и Октябрьскому мосту. Действительно, две эти два объекта, две эти артерии требуют решения. Мы их разнесем по срокам обязательно, для того, чтобы еще-таки давать возможность движения автомобильного транспорта, сохранять трафик. С отчетом, как в крае обстоят дела со средствами, выступил министр финансов региона Владимир Бахарь. По факту, прошлый год регион закончил с дефицитом почти в 4 миллиарда рублей, который позже, по словам министра, удалось сгладить. Как заявил Бахарь, основной источник для бюджета края – это все те же крупные промышленные компании. У нас по-прежнему большая зависимость от экспортно-ориентированных предприятий, наших крупнейших налогоплательщиков. У нас 10 основных предприятий и компаний, которые приведены на слайде, формируют более 50% налоговых и неналоговых доходов. При этом три крупнейшие компании – это Норильский Никель, Роснефть и Полюс – налоги на прибыль составляют 70%. И, конечно, в этом смысле любые колебания, любое изменение федерального законодательства в этом смысле достаточно сильно влияет на исполнение бюджета. В своем выступлении в стенах Серого дома Катюков отметил, что проведет отдельные встречи с членами правительства. Новый глава региона также посоветовал министрам чаще выезжать в территории и разговаривать с людьми напрямую. Это же временно исполняющие обязанности губернатора планируют сделать и сам в ближайшее время. Дмитрий Шхузин, Владимир Антонов, Новости ТВК. Плохие дороги, черное небо и недостроенное метро. Решение этих проблем больше всего ждут красноярцы от нового главы региона. Что еще волнует жителей города? С таким вопросом мы вышли к горожанам и вот какие ответы получили. Чего вы ждете от нового губернатора? Какие проблемы он должен решить? Радикальных изменений. Чтобы это не было такого воровства, как творится в нашем мире. В целом надо, чтобы все это было как-то рационально развивалось. Не просто так, это лестница, чудесница, там это флагштоки, которые не работают. Мне даже противно, хочется уезжать отсюда. Наши, которые нас касаются, стариков я имею в виду, что немножко бы пенсию добавили. Хотелось бы, чтобы в районах Красноярского края, больницы, аптеки и так далее, все же закрылось. Чего бы в нашей пятой поликлинике не сделать еще один, два, три, четыре дополнительных кабинета? Хотелось бы, чтобы не так быстро цены росли. Я понимаю, сейчас такая обстановка в мире, что быстро цены на все растут. Но хотелось бы, конечно, чтобы какие-то ограничения ввели, хотя бы такие базовые вещи, как общественный транспорт. Какие проблемы-то все те же у нас, какие были, те же и остались. Мы надеемся на его молодость, может быть, какие-то более быстрые, прогрессивные будут решения. Только на это. Экология, в первую очередь, качественная экология. Надо решать проблемы с экологией. Когда ветра нет, мы здесь, в общем-то, задыхаемся. Дороги, в основном дороги наши. А там посмотрим. Ну, дороги у нас все плохие в Красноярске. На машине едешь и подвеску обманываешь. За чистый воздух, чтобы вот именно, что воздух был в Красноярске, чтобы легче дышалось. Ну, и за метро. Газификация, конечно, желательно бы. Тогда, может, и все это черное небо и уйдет. Вы думаете, что-нибудь сменится в нашем государстве, да? Ну, если сменится, то я буду рад за это. Какие проблемы вы хотите, чтобы пришел? В основном с чиновниками коррупция. Больше ничего нет к проблемам. Тогда Красноярске живет хорошо. Экология, в первую очередь, я думаю, это всех волнует. Что, сами знаете, какой у нас воздух, режим черного неба часто будет. То есть, я так, насколько понимаю, что Александр Рус обещал эту проблему решить, так и не решил. Побольше, наверное, чтобы садиков строили в городе Красноярске. Ну, вообще-то массовая проблема всего. Ну, и, конечно, доступность для маломобильных граждан, которые инвалиды. Это у нас тоже не везде предусмотрены пандусы, к сожалению, у многих. Дороги каждый год вместе со снегом сходят. Это печально. Мост, опять же, вот, коммунальный мост весь в ямах. Ну, инфраструктура. То есть, тут, если речь идет о губернаторе, то это хозяйственная должность. Я считаю, надо порядок наводить вся в регионе. Тем временем, Александр Ус после отставки отправился отдыхать на природу. Накануне в своем телеграм-канале экс-губернатор опубликовал фотографию, где он стоит в резиновых сапогах рядом с внедорожником на фоне леса. Первый губернаторский, первый негубернаторский день без мигалов, но как идет, подписал фотографию Ус. Сейчас политологи активно обсуждают, какую должность займет бывший глава региона. Основную версию в разговоре с журналистами ведомости озвучил депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев. По его словам, Ус может пойти сенатором в Совет Федерации. Каждый регион имеет двух представителей в Верхней Палате Парламента, от исполнительного и законодательного органов власти. Первый от края представляет Андрей Клишес, от краевого заксобрания делегирован Валерий Семенов. Его место может освободиться, но тогда Усу придется идти на выборы, что маловероятно считают политологи. Три способа попадания в сенатор, это по президентской так называемой квоте. То есть кто-то умрет или уйдет, его просто туда назначат. Он может быть назначен от правительства Красноярского края, там по-моему сейчас Клишес от нашего края заседает. И от законодательного собрания Красноярского края, что наименее вероятно, потому что прогонять Уса через выборы депутатов осенью это особое унижение, и риск в том числе получить отрицательный результат. Сам Ус после своей отставки говорил, что ему уже предложили работу на федеральном уровне. По словам экс-главы, она будет связана с вопросами социально-экономического развития края. В Кремле также не исключали, что экс-губернатор может стать сенатором. Чем запомнились пять лет губернаторства Александра Уса? Архивы и мнения экспертов изучает моя коллега Алена Кузнецова. Смотрите ее большой репортаж. Александр Ус. Доклад окончен. В этот четверг, 27 апреля, в 21.00 на ТВК. Не пропустите. В Италии заморозили активы сына экс-губернатора Красноярского края Артема Уса на сумму более 160 тысяч евро. Об этом сообщают итальянские СМИ. По данным газеты El Massagero, указ подписал министр экономики и финансов страны. Как сообщают СМИ, среди замороженных активов Уса-младшего, чуть более 40% акций компании «Лакшери Сардиния» вилла под Миланом, гараж и 160 тысяч евро на банкомском счете. Напомню, в начале апреля стало известно, что Ус-младший сбежал из-под домашнего ареста в Милане. Это произошло сразу после того, как суд одобрил его экстрадицию в США. Сейчас Ус-младший находится в Москве. В Италии ему и еще четверым россиянам предъявлены обвинения в уклонении от санкций, в том числе в незаконных сделках с российской алюминиевой компанией и отмывании денег. Депутат Горсовета Красноярска Константин Сенченко решил уйти в отставку по собственному желанию. Как рассказал новостям ТВК, теперь уже бывший чиновник. Он больше года живет не в России и участвует онлайн в сессиях и комиссиях Горсовета. По словам Сенченко, такой режим нельзя назвать полноценной работой. Константин Сенченко поблагодарил избирателей, коллег и пояснил, что причины его отъезда политические. В мае прошлого года ко мне пришли из полиции, потом были заявления в прокуратуру, были заявления на имя Бастрыкина со стороны депутата Швыткина. Я получил административный штраф. Поэтому на сегодняшний момент прекрасно понимаю, что любое мое публичное слово с выражением моей политической позиции, она мне известная и конкретная. Для меня это перспектива уголовного дела. Какие-то перспектив в ближайшие дни, месяцы я не вижу. Более того, я вообще не верю сегодня в какие-то перемены через выборы. Поэтому я думаю, что надо быть честным перед собой, перед своими избирателями и все-таки поставить точку. Сенченко добавил, что уже за рубежом продолжает работать в сфере инвестиций и инноваций. Добавлю ранее, в Красноярске депутата признали виновным и осудили по статье о дискредитации армии из-за постов в соцсетях. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Константина Сенченко впервые избрали депутатом Гурсовета Красноярска сначала в 2013 году, а позже еще раз в 2018. И сейчас мы прервемся на короткий анонс рекламы. Напомню, новость от ВК есть во всех социальных сетях. Чтобы связаться с нами, оставить комментарий или еще раз посмотреть любой сюжет выпуска, сканируйте QR-код, который вы сейчас видите на экране. Приходите по ссылке, подписывайтесь и помните, что ТВК – это не только ТВ. Сын Дмитрия Пескова Николаев служил в зоне специальной военной операции артиллеристом в составе ЧВК «Вагнер». Сначала об этом заявил сам основатель частной военной компании Евгений Пригожин. Сегодня его слова подтвердил и пресс-секретарь президента. По словам Пескова-младшего, на службе он провел полгода. Решение принять участие в спецоперации мужчина объяснил, цитата, «нежеланием сидеть в стороне». Его участие в СВО поддержала вся семья, в том числе и отец, рассказал сын пресс-секретаря президента. По словам Евгения Пригожина, Песков-младший вступил в ряды ЧВК «Вагнер» по поддельным документам. За время службы Николай Песков удостоился медали за отвагу. Красноярцы готовятся к родительскому дню. Радоницу, день поминовения усопших, православные христиане традиционно отмечают во вторник, на девятый день после Пасхи. В этот день принято посещать кладбище и поминать усопших. Как красноярцы готовятся к Дню светлой памяти и как будет организована работа кладбищ в сам праздник 25 апреля, расскажет Светлана Чернушевич. Сейчас вот уберу все, помою памятник, как говорится, чтобы они там сегодня, завтра праздновали тоже. С раннего утра Ольга Ильинична наводит порядок на могиле отца, ветерана войны. Накануне в Сосновоборске женщина уже прибралась на погости, где похоронены ее мама и тетя. Работы после зимы достаточно. Убрать скопившуюся листву и мусор, очистить надгробие от пыли, обновить цветы. Говорит, только погода в этом году подвела. Обычно к этому времени здесь уже сухо. Мы же их помним. Надо порядок навести, чтобы у них тоже чисто было. Обязательно. Нынче погода, видите, какая, что еще грязь и лед даже. Но все равно убираться надо. Мы хоть и редко приезжаем, потому что далеко живем. Но хоть раз в год надо все равно приезжать. В своем убеждении Ольга Ильинична не одинока. Нескончаемый поток пассажиров общественного транспорта и автомобилистов, продирающихся по лабиринтам шинного кладбища, говорит сам за себя. Традиционные заторы на подъездах к кладбищам начали скапливаться еще в выходные. На подолык люди приезжали к 7 утра, но из-за графика работы по ГОСТу такая предусмотрительность ситуацию, кажется, только усугубила. А родственники усопших оставались непонятыми. Вы что, в другой день не можете съездить на могилы? Что за бред там толкаться всем городом в один день? Родительский день во вторник, но съездить прибраться, почтить память можно в любой, понимаете, в любой день. Как бы тут ни возмущались, но душам наших ушедших важна память о них, а не в какой день вы там приехали помянуть или прибраться. Радоница – это день особенный, и быть на кладбище в этот день очень важно. Спросите любого православного священника. Не водите людей в заблуждение. Убраться – да, в любой день – пожалуйста. В саму Радоницу или Родительский день кто-то предпочитает помянуть родных дома, другие отправляются в церковь, для третьих в Светлый день памяти важно вновь прийти на кладбище, чтобы разделить с усопшими радость воскресения Христова. В третьем случае добираться до мест захоронения 25 апреля горожан просят на общественном транспорте. В Родительский день на кладбищах Красноярска и вблизи них запретят проезд и парковку автомобилей. Помимо этого по двум кладбищам – Бодалыкскому и Шинному – запустят платные автобусы. Мусор посетителей просят складировать в специально отведенных местах и не оставлять на могилах источники потенциальной опасности. Мы очень убедительно просим не оставлять на могилах зажженные лампады, зажженные свечи, потому что уже были ситуации, когда это все лопалось и загоралось. Несмотря на то, что там есть пластмассовый корпус или стеклянный корпус, это все равно представляет опасность. Очень просим воздержаться от того, потому что это все-таки пожароопасный сезон, сухая трава везде, сухие венки, цветы – очень опасно. В Родительский день график работы кладбищ временно изменят на летний. Пройти к захоронениям можно будет с 8 утра до 8 вечера. Невзирая на возможные логистические и временные трудности, стоит помнить, что православный праздник, посвященный поминовению усопших, не терпит склок и ругани. И главное в этот день все же не время или место, а сама память об ушедших. Светлана Чернушевич, Сергей Токарев, Новости ТВК. Стала известна программа мероприятий к празднованию Дня Победы. В 10 утра пройдет митинг и церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. В половину 12-го на площади Революции организуют торжественное прохождение воинских частей, сводных отрядов, подразделений силовых структур и вузов. Прохождения военной техники не будет, однако на нее можно будет посмотреть на Красной площади и возле музейного центра Площадь мира. Также не будет очного шествия Бессмертного полка. На городских площадях организуют два концерта. С 2 часов дня красноярцев ждет выступление творческих коллективов на Театральной площади. С 8 до 10 часов вечера на площади у Краевой филармонии исполнят песни о военных лет. Завершит день праздничный фейерверк. Согласно данным портала госзакупок, он обойдется краю почти в 5,5 миллионов рублей. Запустят салют с баржи напротив гостиницы «Огни Енисея» и с баржи за торговым центром Красноярья. Последняя неделя апреля наконец-то порадует красноярцев теплой погодой. Ожидаются плюсовые температуры, однако гидрометцентр прогнозирует ежедневные осадки. Подробный прогноз погоды на эту неделю расскажет Александра Козлова. Календарная весна идет уже два месяца, но по-настоящему весенняя погода наступила только сейчас. На выходных наконец-то растаял снег, а сегодня, 24 апреля, самый теплый день недели. Солнечно, безветренно и 14 градусов выше нуля. Ночью столбик термометра опустится до 3 градусов тепла и пройдет небольшой дождь. Во вторник днем будет плюс 7, облачно и дождь, ночью температура воздуха понизится до минус 2 градусов. Среда 26 апреля тоже будет дождливая и воздух прогреется до плюс 6 градусов. В ночь на четверг синоптики обещают небольшой дождь, 1 градус ниже нуля. В пятницу 28 апреля температура повысится до 12 градусов со знаком плюс, ветер до 5 метров в секунду, возможен дождь. К выходным термометры покажут уже стабильно плюсовую температуру. В субботу ожидается 17 градусов выше нуля, ветер до 7 метров в секунду, возможны осадки. Но в ночь на воскресенье похолодает и температура воздуха будет 0 градусов, пройдет небольшой снег. Днем 30 апреля воздух вновь прогреется до плюсовой отметки, 5 градусов тепла, ветер до 4 метров в секунду. Синоптики говорят, несмотря на потепление в последнюю неделю апреля, температурные качели не отступят до майского стабильного тепла. Пока вот стабильности нету, все пока в температурных качелях, вот день холодно, потом пару дней тепло будет, вот как на этой неделе, потом в самый пик тепла на субботу приходится, потом опять похолодание. Более стабильного тепла ожидаем уже где-то в мае, в начале мая, я думаю, что там погода уже более-менее станет стабильной. Кроме того, синоптики утверждают, помимо солнца, красноярцам стоит ожидать дождь и снег почти каждый день. Советуем тщательнее подбирать гардероб на пешие прогулки и брать с собой не только солнцезащитные очки, но и зонт. Александра Козлова, Анастасия Масленникова, Новости ТВК. Усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду ожидается 25 и 26 апреля в Красноярске. Как сообщают синоптики, штормовое предупреждение будет действовать на юге центральных и в южных районах края. Синоптики просят граждан во время сильного ветра избегать хрупких конструкций, рекламных баннеров и линий электропередач, а также не прятаться от непогоды вблизи зданий. В МЧС напоминают, что в такую погоду необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя жечь траву, мусор и разводить открытый огонь. Вместе с тем особо противопожарный режим ввели на 12 территориях Красноярского края с 24 апреля. Во время него штрафы за нарушения увеличиваются вдвое. Об этом сообщили в МЧС по Красноярскому краю. Противопожарный режим действует в городах Минусинск, Назарова, Шарыпово, а также в Ермаковском, Идринском, Кратузском, Краснотуранском, Курагинском, Минусинском, Ужурском, Шушенском и Шарыповском районах. Во время действия противопожарного режима нельзя разводить на придомовых территориях, сжигать мусор и отходы, жарить еду на мангале или другими способами на открытом огне, сжечь сухую траву. Сотрудники МЧС будут патрулировать пожароопасные участки. 87-й маршрут стал самым аварийным в Красноярске. Автобусы под этим номером четыре раза стали участниками ДТП за 2023 год. Антирейтинг самых опасных автобусов составили сотрудники ГИБДД. Второе место получил маршрут под номером 63. Он трижды попадал в аварию. А третье место разделили автобусы под номерами 43, 65, 85, 64, 9 и 2. С ними зарегистрировали по два ДТП. В ГИБДД призывают соблюдать правила движения как водителей автобусов, так и остальных автомобилистов. И напоминают, что перед общественным транспортом нельзя резко тормозить, совершать неожиданные и необдуманные маневры, потому что автобусу нужно больше времени и расстояния, чтобы вовремя остановиться. В Красноярске увеличат количество дачных автобусов. Они будут ходить до конца сентября. Подробности в рубрике «Новости коротко». В Красноярске в период с 1 мая по 30 сентября увеличат число рейсов на дачных маршрутах. Об этом сообщили в Департаменте транспорта. Речь идет об автобусах номер 18, 18С, 40, 40А и 40С. Расписание автобусного маршрута номер 19 не изменится. С подробным расписанием дачных автобусов можно ознакомиться на сайте ТВК. Просто сканируйте QR-код, который вы сейчас видите на экране и переходите по ссылке. В Красноярске установили все пять пролетов пешеходного моста на улице Симофорной. Это тот самый виадук, который почти 9 лет назад снес пьяный водитель. С тех пор единственным вариантом передвижения между улицами Павлова и Лавилова ехать полтора часа на автобусе. Сейчас общая длина сооружения составляет 151 метр. Ширина конструкции 3 метра. Строителям осталось смонтировать подвеску, провести в порядок лестницы и лифты, а также выполнить благоустройство ООПО. Сдать объект обещают летом 2023 года. Игры подросших котят и самки Ирбиса попали на видео в Саяно-Шушенском заповеднике Красноярского края. Сейчас молодым Ирбисам около 10 месяцев. Они родились в 2022 году. Котята практически достигли взрослых размеров, а из-за густого и теплого зимнего меха кажутся еще больше. Снежные барсы – это редкие дикие кошки. Они занесены в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. Всего на территории России живут не более 90 Ирбисов. И 9 из них в Саяно-Шушенском заповеднике. Сразу три «Золотые маски» получила постановка Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского «Катарина» или «Дочь разбойника». Награждение прошло в Москве. Балет попал в 9 номинаций, в трех из которых стал победителем. Катарину отметили как лучший балетный спектакль. Награду также получила исполнительница партии Катарины Елена Свинко за лучшую женскую роль. «Золотой маске» удостоился и композитор постановки Петр Поспелов. Напомню, в 2022 году «Золотую маску» получил солист театра оперы и балета Михаил Пирогов за партию в опере «Богатыри» и артистка Тюза Мария Бабошина за лучшую женскую роль второго плана «Долли» в постановке Анны Каренина. Как оформить имущество на жену и что делать, если страховая компания отказывает в оформлении страховки? На эти вопросы ответит адвокат бюро «Хорошев» и партнеры Виктория Лобанова в рубрике «Вопросы юристу». Здравствуйте, я Виктория Лобанова и это рубрика «Вопросы юристу». Страховая компания отказывает в страховании моего автомобиля. Законно ли это и как добиться, чтобы страховку все-таки оформили? Официально отказать в заключении договора ОСАГО не могут никому, при условии, что были предоставлены все необходимые документы. В силу 426-й статьи Гражданского кодекса Российской Федерации страховая компания обязана заключить договор вне зависимости от того, нравится ей клиент, либо нет. Согласно статье 15.34.1 Кодекса об административных правонарушениях, страховая компания или брокер в случае неправомерного отказа в заключении договора могут быть привлечены к административной ответственности. Штрафы по такой статье предусмотрены для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей, для должностных от 20 до 50 тысяч. Для привлечения к административной ответственности вам придется доказать, что вам отказали в заключении договора. Этому послужат видео-аудиофиксации или свидетельские показания. Для заключения договора ОСАГО действуйте поэтапно. Обратитесь лично в страховую компанию, либо попробуйте заключить договор на сайте страховой организации. Если же устно желаемого результата вы не достигли, попробуйте подать письменное заявление и получить тогда уже на него письменный отказ. Если с данным отказом вы не согласны, вы можете обжаловать его в Роспотребнадзор, в Российский союз автостраховщиков, либо в Центральный банк Российской Федерации. Если и тут ответ вас не устроит, можете обращаться в суд. Как переоформить имущество на жену? Что для этого надо сделать? Процедура переоформления зависит от того, для начала в чьей собственности находится имущество. Будет это единоличная собственность супруга, общая совместная собственность, либо долевая. По умолчанию закон предусматривает, что имущество, приобретенное в период брака, является общим совместным. То есть супруги в равной степени владеют данным имуществом. В данной ситуации может помочь заключение брачного договора через нотариуса. Альтернатива брачному договору может быть соглашение об определении долей, которое также может вам предложить заключить нотариус. Имущество, приобретенное до брака, либо полученное в дар, считается личной собственностью каждого из супругов. Поэтому он может подарить данную собственность, если она является личной, своей супруге, путем подписания договора дарения. Если же квартира принадлежит лицу на праве долевой собственности, значит каждому из супругов принадлежит определенная доля. Следовательно, муж просто может подарить свою долю жене. Это была Виктория Лобанова. Свои вопросы юристу вы можете задавать по номеру 200-00-65. Также пишите в Вайбер и ватсап по номеру 8-923-165-45-00 и в любых социальных сетях ТВК. Сегодня герои, героини рубрики Натальи Кечиной, дорогие мои земляки, стала владелица питомника сибирских кошек Таежный край Ирина Маркина. Сибирская кошка Любашка, звезда французского телевидения и международной выставки в Париже, привезена из питомника 44-летней Ирины Маркиной. Кот Етагир живет в Нидерландах, бусинка в Швеции. Красоту и характер наших сибиряков уже оценили. Если не во всем мире, то во многих странах точно. В 13 лет Ирина занимается сохранением красноярской линии породы сибирских кошек. Началось, как иногда это бывает, случайно. Ей просто нужна была кошка, которая хорошо ловит крыс и которая, как оказалось, имеет племенную ценность. Мне попросили ее повязать. Но так как я с селекцией собак была знакома, я говорю, ну ладно, ок, давайте повяжем. И вот это «давайте повяжем» переросло в то, что я узнала, что есть старые красноярские линии, что это крови, которые там сохранились в единичных экземплярах. Сибирских кошек как породу заметили в 88-м году. И лишь почти через 10 лет Международная Федерация Кошек признала ее как породу. И вот теперь задача – эту породу сохранить, как наше, если хотите, сибирское достояние. Это вот, короче, вообще местная достопримечательность. У соседа, у него жена, она прямо приходит смотреть, ей прямо нравятся они. Глаза разбегаются – это не то слово. Иринины кошки живут в персональной, можно сказать, обычной квартире, очень приличного дома, как в баре живут. Питаются исключительно мясом и рыбой. Это принципиальная позиция заводчицы Маркиной. Корм убивает котов, у которых все здоровье находится в желудке. И вообще они хищники, питаться должны соответственно. Сейчас тут 23 милых хищника. Какие-то будут проданы, какие-то оставлены потом для разведения. Породистый котыш, как те короли, жениться по любви не могут. Им надо жениться так, чтобы потомство потом приличное, такое, как надо, получилось. Кошки Ирины Маркиной идеально ухожены. Убирают в квартире помощница. А еще с пресловутым запахом удачно помогают справляться. Идеальные, как считает Ирина, японские лотки. У людей есть четкий стереотип. То есть, например, если кошки, значит, это какое-то глобальное должно быть несчастье. Значит, отсутствие мужчин, детей, я не знаю, наверное, друзей в жизни. Когда, например, заходят домой и видят кошек, один, два, три, например, курьеры, говорят. А потом такой у них стопорник, говорят, а что у вас не пахнет? Ну, то есть, вот эта идея, что ты должен быть вонючим и в говне, она вообще просто, вот она, она не вышибаема из голов. То есть, 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 то есть, стереотипы работают, ну, у нас везде. И, ну, это факт, да. То есть, и мне говорят, ой, наверное, у вас детей нет. Я говорю, есть. Мужа нет. Там. Я говорю, есть. О своих сибиряках Юлина Маркина может говорить бесконечно долго, самозабвенно и вдохновенно, называя эту породу кота-псами, поддающуюся дрессировке. Попроси. Ну, давай, попроси. Молодец. Сибиряки могут, как собаки, чутко чувствовать возвращение хозяина, встречать его у двери. Могут что-то долго рассказывать о своем окошачьем урча на ушко. Только при одном условии, если сами этого захотят. И сами же они всегда выбирают, кого любить. Это дочка моего кота. Фи-фи ее зовут. Фи. У тебя можно погладить? Да можно. Сейчас она успокоится. Муженька. А ты вот такой. Ну, практически внучка. Требуем. Собаки любят, вот как женщины. До дна. До вот этого, до смерти. У кошек, кошки в любви себя не теряют никогда. У них есть вот это сохранение себя, вот ценности себя в любви. То, что кототерапия существует, это подтверждает заводчица Маркина установлен факт. С той лишь поправкой. Опять же, они сами выбирают, кого и где лечить. И в каких местах ласкать. Мне кошка вылечила, ну, щитовидку. Это абсолютный факт. Причем она очень это странно делала. Валерка говорил, что она мне, ну, говорит, она тебе сонную артерию порвет когтями. Она ложилась, причем ложилась вот этим местом, вот лбом, вот так. И она вот здесь, прямо вот так, вот этими когтями дрова урчала. Сейчас некоторые удивятся увидеть Ирину Маркину в окружении такого количества кошек. Потому что ее знают совсем в другой апостаси. Защитницей униженных и обиженных. Она 22 года, практикующий, весьма успешный юрист по гражданским, имущественным и жилищным делам. Так вот, это и есть источник доходов Ирины Владимировны. А не разведение сибиряков, как может показаться многим. Когда-то оно принесет в ноль. Стабильный, хороший, ровный ноль, который помогает достойно обеспечивать. Не ноль там, на вот там, поддержание штанов, а именно достойно. Ну, например, там, грубо говоря, средняя когтеточка от 15 до 30. Когтеточки эти, они покупаются раз в год. И когда это большое количество кошек, то есть это не одна когтеточка. Муж и сын Ирины Маркины тоже вынуждены были полюбить сибиряков с пламенной страстью. Равно, как и ее сестра. Мама умерла, когда Ольге было всего 11 лет. И Ирина в свои 20 заменила сестре-родительницу, по сути, ее восветав. Но она не любит рассказов про совсем личную. И считает, два вопроса, которые задавать женщине, совсем неприлично. Сколько ей лет и сколько у нее дома котов. На второе, она лично всегда скромно отвечает. Котов у меня, ну, чуть больше, чем один. Наталья Кичина, Анастасия Масленникова, Новости ТВК. И на сегодня это все новости. Напомню, телефон редакции 200-00-65. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин